Мысли веры. 18 сентября. Божественный вызов. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы уверовавшие, так как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Послание к евреям, 4 глава, с 1 по 3 стих. Вся цель Писания — обучить нас быть ведомыми Святым Духом внутри, чтобы внешние препятствия не приносили нам стресс. Каждый человек, положительно настроенный к Слову Божьему, обучаем Божьим Духом. Важно, чтобы, принимая Слово, мы позволили ему войти в пять частей нашей души. В противном случае она никогда не будет руководима проведением Божьей воли. По мере того, как мы становимся зрелыми в нашем хождении с Богом, Слово ежедневно советует нам и приносит удивительное обеспечение для каждой детали жизни, контролируя наш ум, эмоции, волю, совесть и самосознание, каждую часть нашей души. Псалом 17, 45 стих говорит, что люди Божьи по слуху одному обо мне повинуются мне. Всякий раз, когда мы слышим или читаем Слово Божье, мы предстаем перед святым вызовом в святой точке зрения. Как только мы начинаем воспринимать это, нам нужно сделать решение принять его и повиноваться. Это наша часть. У нас есть вечное предназначение, вечная часть с Христом. Слушая Слово Бога, нам необходимо решить слушать в кротости и смирении, смешивая веру с тем, что мы слышим. Смешивание веры с тем, что мы слышим, является частью процесса, который приносит отдохновение по вере. Карл Стивенс